С десертами в азиатской кухне все гораздо проще, чем в европейской, например, но и более интригующе. Хочу показать вам, как приготовить японские пирожные моти на основе рисовой муки. Запоминайте, моти делают с совершенно разными начинками. Сюда подойдут ягоды, фрукты, шоколадная паста или ореховая. Экспериментируйте, чтобы найти свою идеальную начинку. Я рекомендую начинку предварительно подморозить, чтобы с ней было легче работать. Рисовая мука, 150 грамм. Сахарная пудра, 45 грамм. Вода, 150 миллилитров. Краситель, 25 миллилитров. Сок ягод, моркови, шпината и так далее. Крахмал, по вкусу, для работы с тестом. Количество порций, 6. Это базовые ингредиенты для основы моти. В качестве красителя я использую сок черники. Рисовую муку соедините с сахарной пудрой. Сок черники влейте в воду и добавьте к сухим ингредиентам. Все тщательно перемешайте. Тесто должно получиться очень жидким. Если оно густовато, можно добавить еще немного воды. Накройте мисочку пищевой пленкой и отправьте в микроволновку. Я ставлю на максимальную мощность на 1,5 минуты. После смотрю консистенцию и ставлю еще на одну минуту. Мука заварится и получится вот такая клейкая масса. Тщательно перемешайте и немного остудите. Рабочую поверхность присыпьте крахмалом. Отщипните кусочек рисового теста, выложите на крахмал и разровняйте. В центр поместите начинку. У меня это арахисовая паста. И аккуратно залепите. Пирожное моти может быть вот таким кругленьким, если начинка мягкая или в форме трюфеля, если в серединку кладете, например, клубнику. Как только работа окончена, можно сразу пробовать, что получилось. Приятного аппетита.